Всем привет дорогие друзья, вы на канале Дед Сергей И в этом видео я вам расскажу, как я зарабатывал свои начальные деньги, свой первый миллион и не только Видео будет полезно новичку, так как первые деньги достаточно сложно добыть, потому что нихрена нету, никто не поможет Все только в наших с тобой руках Итак, поехали Как только я зашел в игру, я сразу бегу в казино, испытывает свою удачу Но для начала я подхожу на кассу Касса у нас прямо напротив входа То есть вон вход, вот наш твой касса Смотри, разговариваем с кассиром и мы можем получить бонус за ежедневное посещение казино В тысячу фишек Если с бабулями все прям вообще плохо, то ты можешь сдать все эти фишки То есть каждый день тебе копают тысячи за то, что ты заходишь просто в казино поглазить, посмотреть Все, мы с тобой сдали, у нас на счету плюс тысяча Очень хорошо, день начал все отлично Дальше мы с тобой идем к колесу фортуны Здесь ты можешь выиграть одежду, рп, бабки, все что угодно Просто раз в сутки подходишь и крутишь Подходим, нажимаем е Enter и S Давай посмотрим, что нам выпадет с тобой сегодня Ни разу я не выиграл машину Очень хочется Мне на самом деле нравится все, кроме дисконта и одежды Вот, двадцать тысяч у нас с тобой плюсом Отлично Давай покажу, где находится казино карте Вдруг кто не знает И да, чуть не забыл, если ты выиграл на колесе фортуны фишки, то обязательно поменяй их у кассира То есть также сдать фишки Ставишь максимальное количество Ну, либо иди поиграй, не знаю, но играть не советую, потому что очень большой шанс просрать все Я всегда сдаю их и пополняю свои карманы Вот так вот выглядит наша казино карта Вот такой значок у него И расположен, ну, вот в этой области Ну, думаю, найдешь Это для тебя совсем не проблема Так, поехали дальше Далее, Света, тебе выполнить квест по поиску сокровищ Ты найдешь вот такой вот золотой пестик Который у меня в руке Я уже квест прошел, не стал записывать Там все достаточно легко и просто Единственное, что там может вызвать какую-то сложность Это поиск места Ну, тут надо прислушиваться Только когда ты будешь подходить В динамиках будет раздаваться специальный, типа, колокольчик Я играл без наушников и этот колокольчик совсем не слышал Сообщение по поиску сокровищ придет тебе в смс-ку Откроешь, там будет картиночка И спокойненько пойдешь Если что-то не получается, ты всегда можешь воспользоваться интернетом Там есть все места, все секретные вот эти ходы Как куда идти, в общем, разберешься Следующим же шагом у нас с тобой будет Это поиск топора Для этого нам нужно перейти в телефон, как обычно, в смс Найти сообщение от мод Она предлагает нам отыскать некоторых пацанчиков Их можно либо убить, либо привести их живыми Лучше приводи живыми, так ты получишь больше бабла Ну, здесь ничего такого интересного нет Так что давай я пройду Ты увидишь, что-то самое интересное Вот мод скинул нам досье на пацанчиков Он отмечается на карте Спокойненько идем Ищем его и уже делаем выбор Либо приводим его к ней, либо убиваем Мы с тобой приехали на место И вот нам оградают подсказку Слева наверху было написано, что когда мы приблизимся к нашему пацану Мы услышим, опять же, колокольный звон Точно такой же, как при поиске вот этого красивого золотого пистолета Итак, погнали искать этого отвратительного типа Вот нашел нашего мазафакера Надеюсь, он без оружия Потому что мы будем пробовать брать его все-таки живьем Каким-то образом Попробуй, давай его немножко отмутузить Руками, ногами там, чем получится Опа, захват не-не-не, зачем ты ему клонишься Ой, слаб тебя хорошо Вот, да, вот так вот Опа, а есть кастет Почему нет кастета? Все, пацан сдается Так, теперь мы можем Может, я за вами ответить ее Кмот, чтобы получить награду Давай, садись ты Вот так, знаешь Избил к пацанам, просто сел и поехал Все, давай я отправлюсь к мод И увидимся уже у нее Так, мы на месте Привезли пацана Да, посмотрим, что будет А ничего не будет Вот, мы нашли заодно фигурку Отлично Сколько нам дали денег, да, посмотрим Ага, 10 тысяч То есть, если ты его убьешь 5 Если ты приведешь его живьем 10 Вот так вот, короче Выполняешь все поручения мод И, внимание, спойлер Тебе дадут топорик Остальное давай расскажу Тебе чуть позже Все, мы с тобой привезли Последнего преступника Теперь мод нам расскажет Где спрятан топорик Даст нам координаты Поедем и заберем его Итак, мод Давай координаты Все, мы дали с тобой координаты Вот он, наш секретный ящик Пойдем возьмем его Да, вот он лежит Красавчик Это главное не упасть Открываем сундук Смотрим Вот он Вот он, топорик из RDR2 Теперь все достаточно просто Что из топора Что с топора Ну, точнее, что с топора Что с пистолет Нужно совершать убийство 50 хэдшотов с револьвером Не бойся, хэдшоты стакаются То есть, ты убил сегодня 10 Завтра 5 И послезавтра у тебя в итоге 15 Так что ничего страшного Из топорика вроде бы надо бить 20 А вот подсказка 25 Убийств И ты получишь по 200 ксарей За соответственно убийство И топора 200 И пистолет 200 На этом все Осталось у нас с тобой Третья секретная задача Это маньяк Влос Сампас Поиски его достаточно трудоемкие Поэтому я буду прям уж совсем останавливаться За его поимку и убийство В будущем мы получим Плотский пистолет Это тебе спойлер такой небольшой Из которого тоже придется Совершить пару десятков убийств Давай покажу как начать Этот Тихо, 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 не повернись Давай покажу как начать Ловлю нашего с тобой маньяка А остальное разберешься Если совсем будет тяжко То загуглим И тебе будут даны подсказки Итак, мы на месте Смотри где я на карте Вот заготочку поставил Давай я ее уберу Чтобы было более понятно То есть вот наша местность Приближаешь такие как Типа склады Не знаю что там Далее все очень просто Идем к пирогу Здесь надпись И ее оставил сам маньяк Нажимаем Посмотреть на нее И у нас запускается квест По поиску маньяка Дальше если не хочешь Томать голову Просто загугли Маньяка в Лос-Сантос И найдешь там прохождение Все очень просто Легко Главное Читай внимательно Чтобы долго не скативая Еще один способ Немного разбогатеть Это ограбление Супермаркета Обозначаются на карте Как Сеточка Не знаю что это Корзинка Все очень просто Надо его найти Взять в руки пестик Любой Какой хочешь Советую так же Надеть маску Можешь такую же Красивую как у меня Или любую другую Это ни на что не влияет Маска на 100 Приходится для того Чтобы продавец Нас не узнал И в дальнейшем Мог нам еще раз Выдать наличные Из кассы По неофициальным данным Можно также Зажать кнопку Разговора в игре И пытаться что-то Поорать Но у меня не получилось Это возможно Это не работает Вот мы просто Вставляем пушку И он нам Выдает все деньги Смотри Он сейчас Выдаст пакет Ты можешь стрельнуть Так же во второй кассе Бывает рандомно Выпадают из нее деньги Но не всегда Так же будьте аккуратен Если кто-то есть В магазине Он может Тебя Он может Открыть по тебе огонь И если тебя Поймают полицейские При всем Вот этом деле У тебя Конфискуют тачку Так что Будь осторожен Так же ты можешь Немножко заработать Денежек На угоне И продаже Автомобилей Смотри Смотри Мы с тобой Угнали тачку Без Сразу Подсказка Что Симон Нужное Транспортное Средство Давай сначала Мы уйдем От погони В погоне Я обычно Ухожу Просто Уходя В поле Гаишники Здесь Не очень умные Даже если Умные Мы просто От них Подальше Отъедем Вот И Смысл В том Что потом Гоним тачку В Гоним машину В Лос Сантос Кастом Их много Выбирай любую Разницы Никакой Нет Единственное Что Деньги Которые Ты выручишь С продажи Машин Они Разные То есть Они От 2000 Долларов До 16 Что 20 Не помню В общем Чем круче Тачка Тем Больше Бабок Так что Смотреть Совсем Дешево Не советую Продавать Потому что У миссии Есть Небольшой Откат То есть После того Как ты машину Сдашь Ты должен Будешь Покататься У курить Где-то Там Минут 30-40 Или Около Часа Точно Не помню Так что Будь Внимателен Загоняем Агрегат Тихо Тихо Мы Его Не надо Мы Хотим Продать Так Выбираем Продать Сколько Ты хочешь 4 946 Отлично Желательно Еще Да Не царапай Не бей Ничего С ней Такого Не делай Продаем Получаем В принципе 5000 Особо Ты ни за что Все Ждем Откат Продаем Следующую Тачку И Немножко Заработаем Денежек Именно Вот так Неосторожно Переходя Дорогу Можно Рожиться Халявным Оружием И первыми Деньгами Бери на Вооружение И всегда Переходи Дорогу По Пешеходному Переходу Советую Также Выполнять Ежедневные Задания Они бывают Легкие Они бывают Не очень Легкие Но Тем не менее Выполняя Их Каждый день Ты получишь Через Месяц Вроде Как Какое Дополнительное Бонусное Вознаграждение Но для этого Придется Планить Каждый День Посмотреть Ты их Можешь Нажать Кнопку М Задания И Собственно Все Если Какое Из них Тебе Непонятно Загугли Прямо Как Написано И тебе Все Расскажет Интернет Также Советую Тебе Обратить Внимание На Обычные Сюжетные Задания Ты Заходишь Телефон Список Дел И тут Выбираешь То Что Тебе Больше Понравится Особое Внимание Советую Обратить На Задания Где Будет Удвоенный Опыт И Деньги Там Ты Поднимешь Намного Больше За то же Время Ну И Напоследок У нас С тобой Офис Офис Находится Дома Ты Знаешь Где Вот Он На Карте Заходим Внутрь И Идем К себе За стол По Пути Мы С тобой Обязательно Заглянем К Секретарше У Секретарше Мы Можем Каждый Раз Подходя К ней Бесплатно Набить Карманы Всякой Хренью Набираем Еду И Пожалуйста Набиваем Полные Карманы До Максимума И Главное Бесплатно Ладно Эти мы Замем Став Потом Погнали Покажу Как я Делаю Бабки Вот Садимся За стол Все Как Обычно Все Как Всегда Заходим В наш С тобой Компьютер Отсюда Введется Управление Всеми Нашими Большими Деньгами Вот Тут У нас Открывается Мисс Ты можешь Выбирать Любую Я качаюсь На Спец Грузии Для этого Нужно Будет Купить Склад Думаю С этим Ничего Сложного Нет Просто Берешь Покупаешь Маленький Склад Так Как Если Ты Играешь С кем То Можете Покупать Средний Или Большой Так Как Я Играю Соло Я Себе Купил Один Маленький Склад Как Можно Ближе Советую Взять К Своему Офису И Обычно Качаюсь На Контрактов На Контрактах Из Двух Ящиков Ибо С трех Конечно Выгоднее Но Не Всегда Я Один Успеваю За Отведенное Время Так Что Беру За 8000 Звое Ящика Если Денеж Совсем Нет Бери По Одному Ящику Ничего Страшного Просто Будешь Дольше За То же Время Ты Получишь Меньшее Количество Денег В итоге Вот И Все Покидаем Офис Делаем Все Что Нам Говорят Там Обычно Миссии Не Сложные Но Советую Их Не Заваливать Если В Бункере Или В Мотоклуй Можно Миссию Завалить Там Ничего Не Стоит То Здесь Это Уже Стоит Твоих Кровных И Все Спокойненько Выполняешь Миссию Тебе Рассказывают Все Чудо Как Вот Заберите Контрафактные Товары Советую Конечно Делать На Бронированной Куруме Или Там Не знаю Там У тебя Есть Танк Опрессор На Чем Хочешь В общем И Естественно Закупить Пушками Получше Побольше Потому Что Обычно Это Не Просто Доставка То есть Просто Так Ребята Тебе Не отдадут Ни Наркотики Ни Ценности Какие Ты Всегда Будешь Стреляться После То Как Ты Все Это Сделаешь Наберешь Где-то 8-9 Коробок Советую Тебе Продавать Потому Что После 9 Коробок Возможно 2 Будет Транспорта На Продажу То есть Если Я Один Раз Поеду На Грузовике Допустим То Ты Мож Поехать Вот Наш Твой Грузовичок Пойдем Заберем Его Видишь Нам Повезло Его Вроде Бы Не Они Похраняем Быстренько Садимся Нам Повезло Или Нет Нам Не повезло Ничего Страшно Даже Если Ты Так Ж Глупо Как Я Слился Ты Рядышком Появляешься Выбираешь Свою Пушку Можно И Гранатометик Чтобы Вообще Не Промазать Ни Разу Но Будь В общем Забираем Груз И Едем Также Обязатель Обязательный Совет Это Играй В Сессии Один Как Делаю Я Видео Об Этому Есть Вот Тебе Подсказка Сверху Справа Заходи Смотри Не Благодари Без Особого Труда Мы Вылистываю Грузовик Привозим На Склад И Давай Покажу Что Будем Делать Дальше Дальше У нас Есть Небольшой Откат То Чтобы Взять Следующий Грузовик Ну Точнее Следующую Доставку Надо Подождать То Ли 5 Минут То 10 Чтобы Отмечать Даже Этого Можно Избежать Можно Купить Два Склада И Как Вы Кооперируете То Есть Пока В Одного Идет Откат Ты Едешь Другой Значит Смотри У Тебе В Наличии Два Ящика Потому Что Мы Сейчас Привезли Только Шестнадцатый Копей Это Будет Очень Долго Ты Будешь Доставлять Три Крузовика Три Самолета Хрен его Знает Ручка Пи 8-9 И Спокойненько Вози Это Будет Где-то Тысяч Не знаю Сто Плюс У тебя Будет За Доставку Ты Можешь Это Все Сделать В Закончить Напиши Какие Еще Есть Способы Быстрого Заработка Напиши Как Ты Зарабатываешь Деньги Можешь Дать Какие Советы Если Ты Опытный Игрок Мы Новички Всегда Всему Рады Опять же Самое Главное Играй Один В Открытой Сессии Или С Друзьями Ну Я думаю Это Можешь Закончить Давайте Фармите Бабки Станьте Самыми Богатыми Чтобы Я Гордился Вами Давай Друзья Всем Пока Пока